Хороший день для авиации. Германия одобрила заявку Польши на передачу МиГ-29 в Украину со своих восточных складов. Заявку Минобороны Германии удовлетворили в день ее подачи и разрешили поставить пять истребителей, которые в Бундесвере остались от армии ГДР. Как сообщает Униан со ссылкой на издание «Шпигель», депутат Бундестага Маркус Фабер назвал правильным быстрое решение правительства. Он подчеркнул, что украинская сторона, безусловно, будет очень довольна такой скоростью. Как известно, Польша первая среди стран-партнеров пообещала поставить Украине истребители. В начале апреля польский президент Анджей Дуда заявил, что они передадут украинской армии восемь истребителей МиГ-29, четыре уже в Украине, еще четыре готовят к отправке. Кроме того, по словам депутата Бундестага, теперь речь идет об изучении дальнейшего вклада Германии в укрепление ВВС Украины. Это может быть обучение украинских пилотов или поставка западных типов самолетов. Тем временем главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный также не терял времени зря. Он провел встречу с начальником штаба Вооруженных сил Французской республики Тьерри Бюркаром. Это первый визит генерала в Украину, который является четким сигналом поддержки в войне против агрессора. Подробно остановился на потребностях Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, средствах противовоздушной обороны и истребителях Ф-16. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что стороны договорились продолжать плодотворное сотрудничество по этим вопросам, а также делиться боевым опытом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова